Прикладная урбанистика или современное искусство в контексте городской среды. Направление, пока не сформировавшееся в отдельную науку, тем не менее набирает все большую популярность в столицах. В рамках международной деловой недели в Мурманске состоялась открытая панельная дискуссия с приглашенными экспертами. Трансбодр Кухня. Активная творческая молодежь и должностные лица обсудили, как сообщать, делать облик города красивее и современнее, вместе создавать комфортную среду. Малые архитектурные формы, мини-памятники, необычные инсталляции, оригинальные граффити. Креативные находки на городских улицах, которые вызовут у людей улыбку или удивление, станут маленькими достопримечательностями, где жители будут фотографироваться, отдыхать, общаться между собой. Современное искусство как способ взаимодействия сообществ, эффективное средство коммуникации. Примерно то, чем занимается прикладная урбанистика. Когда творческие молодые люди, креативный класс, самовыражаясь, формируют вместе городскую среду. Нужно найти какую-то платформу, где бы, собственно говоря, стыковались интересы городских властей и интересы жителей. И вот эта художественная среда, потому что, что такое художественная среда, это, собственно говоря, жители города. И есть определенные потребности у каждого из этих слоев. И вопрос, как это все должно работать вместе. В Москве и Петербурге примеров современного искусства становится все больше. Проводятся целые фестивали. В Мурманске, хотя эксперты и отметили, что облику города внимания уделяют много, но общий стиль, за редким исключением, остается традиционно советским. Оно у вас здесь на каждом шагу. И оно хорошо, слава богу, выглядит. То есть оно не в каком-то убогом состоянии. Памятник интервенции прекрасный. Сейчас, видимо, мы его недавно отреставрировали вместе с парком. Вот, есть прекрасная монументальная мозаика Ермаку, да. То есть есть вещи, которые как бы в советском времени сохранились. Но в современной, в таком масштабе как бы нету. Вот в чем вопрос, собственно говоря. То есть современности в городе не присутствуют. Идет время, меняется ментальность людей, меняются и потребности. Как взаимодействовать с чиновниками? Эффективнее доносить идеи и реализовывать творческие проекты на улицах города? На каких площадках это делать? Все это и обсуждали на открытой дискуссии. Иногда чиновники не знают, что на уме у художников и у кураторов. А кураторы думают, что чиновники не хотят их слушать. И это вот постоянная такая вот... На самом деле есть много способов, когда можно объединить эти два таких совершенно разных лагеря, для того, чтобы сделать что-то позитивное для города. Впрочем, в администрации парируют. При благоустройстве города, к мнению мурманчан, прислушиваются. Приводят удачные примеры такого взаимодействия. А площадками для общения выступают интернет, СМИ, общественные организации. Вот как пример мы можем привести сквер молодежный в районе нашего казначейства. Были услышаны предложения со стороны нашей молодежи, был проведен конкурс и замечательный рисунок был нанесен на подконку. Эксперты говорят, форм современного искусства в Мурманске слишком мало. И надо давать больше выхода творческой энергии молодых. Чиновники считают, что достаточно открыты для любых креативных идей. Но и те, и другие согласны. Чтобы это реализовать, одних дискуссий недостаточно. Нужны идеи, смелые, современные, оригинальные. Нужна креативная молодежь. Ведь одно дело собраться и поговорить, и совсем другое самому создать малую архитектурную форму или принести оригинальный проект, который действительно будут являться объектом современного искусства и украсят город. Виталий Шувалов, Андрей Карабань, телекомпания Арктик ТВ. Виталий Шувалов, Андрей Карабань, телекомпания Арктик ТВ.